Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале УнивертВ. И сегодня в нашей программе мы вам расскажем о совместном заседании Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации с участием главы государства Владимира Путина. Достаточно откровенно обсуждались на заседании проблемы, тормозящие развитие науки и образования в стране. Ректорский семинар на тему мониторинга и социологического исследования Казанского университета прошел в этот же день, 6 февраля, с участием ректора университета Ильшата Гафурова и руководителей подразделений ВУЗа. Петр Щедровицкий, известный российский методолог и политтехнолог, прибыл в Казанский федеральный университет. Под его руководством команды подразделений университета будут разрабатывать новые образовательные траектории. Золотистый стафилококк – один из тех микроорганизмов, которые угрожают человечеству вследствие быстро растущей устойчивости к различным антибиотикам. С ним не так-то просто бороться. Ученые университета в партнерстве со своими французскими коллегами исследуют природу возникновения этих бактерий. Обо всем этом смотрите сегодня в нашей программе. 6 февраля состоялось совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию при президенте Российской Федерации с участием Владимира Путина. Достаточно откровенно обсуждались проблемы, которые на сегодня тормозят развитие науки и образования в стране. И президент страны Владимир Путин, по сути, продолжил тему развития региональных воздействий, которые он уже озвучивал ранее в своем послании от 15 января. Прозвучало много интересных идей и предложений не только от главы государства, но и от участников совещания. На совместном заседании Президиума Госсовета и Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию с участием главы государства Владимира Путина обсуждались проблемы, тормозящие развитие науки и образования. Владимир Путин отметил те проблемы, которые необходимо устранить. И многие средства массовой информации выделили одну из главных проблем – проблему образования страны, сверхконцентрации вузов в Москве и Санкт-Петербурге. А сегодня в рамках нашей встречи с участием губернаторов, членов Совета по науке и образованию, считаю необходимым выработать новые дополнительные решения по укреплению высшей школы в российских регионах. Много здесь уже сделано, конечно. Созданы сильные федеральные и национальные исследовательские университеты. В более чем 30 субъектах федерации оказывается поддержка опорным вузам. Но проблем еще много. Вопросов остается достаточно. И главный из них – это сохраняющаяся сверхконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь действует более 200 высших учебных заведений. Если не считать их собственные региональные филиалы, это свыше четверти всех вузов страны. Речь шла также об увеличении числа бюджетных мест в российских вузах на 141 тысячу к 2024 году, на что будет направлено дополнительно 70 миллиардов рублей. Один из важных моментов – то, что президент отметил необходимость предоставления возможности регионам России самим финансировать региональные вузы. Согласен с предложением предоставить регионам право при наличии ресурсов напрямую финансировать программы развития местных вузов и их инфраструктуры, независимо от ведомственной подчиненности. В целом, считаю необходимым наделить субъекты федерации реальными полномочиями по развитию не только колледжей и техникумов, но и расположенных на их территории организаций науки высшей школы. Прозвучала и тема резонансная для СМИ про ликвидацию вузов пустышек. Вспомнили давнюю проблему об отсутствии должного конечного результата учебы в аспиранторе в виде защищенных диссертаций. Только 12% аспирантов доводят свою учебу до логического конца в виде диссертации. Много было различных предложений со стороны глав регионов, в том числе по проблеме академических обменов, сетевых форм взаимодействия и, связанных с этим, взаиморасчетов между вузами. Очень важно для развития кадрового потенциала запуск сетевых форм обучения и повышение академической мобильности. Сегодня это все законодательством действующим предусматривается, но, к сожалению, нормативной базы, как это финансировать, не существует. То есть, по сути говоря, программы междисциплинарные мы можем сделать, и для того, чтобы то, что в одном вузе невозможно сделать хорошо, привлечь другой вуз, такую программу написать можно, но как рассчитываться внутри всей этой системы, совершенно непонятно. И потом возникает вопрос, почему вы, собственно, заплатили другому университету в другом городе больше, когда вы можете это сделать у себя в университете, значит, соответственно, за меньшие деньги. И, в общем, эти аргументы не приводят к логике. Мы теряем, условно говоря, здравый смысл здесь, преследуя вопрос дешевизны. Коснулись и темы чрезмерной ориентации на работодателей, которая отчасти связана и с обратными претензиями работодателей к вузам, о востребованности кадров средней технической подготовки, нежели специалистов со стратегическим видением проблем. Чрезмерная ориентация на работодателей таит в себе некоторые угрозы, потому что у нас весьма мало работодателей, которые, образно говоря, глядят в вечность. В основном горизонт планирования среднесрочный, и многие вещи, которые способны выстрелить через 20-30 лет, могут оказаться работодателю просто неинтересными. Нельзя одинаково относиться ко всему. Если мы будем сейчас смотреть и всю систему образования затачивать на нужды сегодняшних, так сказать, работодателей, то мы потеряем будущее. Понимаете, у какой-то части образовательных центров должна быть цель, вот Сергей Владимирович любит эту фразу, цель дальше жизни. И только тогда мы будем обеспечивать будущее. То есть нам очень точно надо понимать, должны быть какие-то школы выделенные, какие-то вузы, которые должны готовить людей для будущего. Владимир Путин коснулся темы необходимости сделать образовательные стандарты более гибкими, чем они сейчас есть. По итогам послания уже давалось поручение предусмотреть возможность для студентов после второго курса менять образовательную траекторию, проходить обучение по смежным направлениям, что позволит студентам получать как фундаментальную подготовку, так и целый набор необходимых, современных, востребованных компетенций. Считаю также необходимым убрать явные избыточные требования и регламенты, сделать более гибкими и современными образовательные стандарты, перечни специальностей и направления подготовки. Надо разрешить вузам с учётом запросов студентов потребности регионов самостоятельно формировать профили обучения, в том числе в рамках коротких, так называемых, коротких образовательных программ. Буквально недавно мы провели социологическое исследование в университете, опрашивали порядка 4 тысяч студентов. Это очень большая выборка, она репрезентативная. И мы видим, что действительно после второго, в начале третьего курса, в основном это третьи курсники, которые были опрошены в декабре, они показывают очень высокую заинтересованность в смене направления подготовки. То есть им интересно попробовать в том числе что-то другое. Это понятно на самом деле, потому что мало студентов, которые приходят на первый курс бакалавриата с уже очень чётким представлением, кем они хотят быть. Более того, за 4 года обучения в университете очень быстро меняется рынок труда. Мы видим, какие изменения произошли за 4 года в нашей жизни. Приходят новые технологии, сервисы, появляются новые рабочие места, совершенно новые компетенции становятся востребованными на рынке труда. И даже в процессе их обучения по том или иному направлению возникают совершенно новые межрисциплинарные ответвления. И им необходимо это учитывать. И главное, что университет должен предлагать им это. Он должен создавать экосистему, которая позволяла бы самим студентам брать на себя ответственность за свою траекторию. А не так, как это происходит сейчас, когда университет заранее говорит студенту, по какой программе и какой траектории он должен учиться. С весьма красноречивыми цифрами о разнице финансирования столичных и региональных вузов выступил президент Российской Академии наук Алексей Сергеев. Цифры сами говорят за себя. Как может тот же Казанский федеральный университет наравне конкурировать со столичными вузами при таком же финансировании? Вот мы говорим о том, что у нас действительно должны сильные ученые, сильные преподавать или ехать в регионы. Но вот та система, которую мы создаем, система оплаты, она в общем приводит к противоположным результатам. В 2018 году по выполнению указа президента 2012 года была повышена зарплата до 200% и преподавателям, и ученым в регионах. И это было очень важное и нужное действие. Тут вопроса нет. Но получилось так, что, я не ближе к физикам, по физическим, например, учреждениям, наши ведущие институты в Новосибирске, которые занимаются блестящей наукой, признанной во всём мире, они в расчёте на одного научного сотрудника получили в 7 раз меньшую прибавку финансирования, чем в Москве. А в Перми получили в 25 раз меньшую прибавку финансирования. А наша великая специальная астрофизическая обсерватория на Кавказе, она получила вообще ноль, потому что в Карачаево-Черкесии зарплата в 3 раза меньше, чем в Москве. И в результате, когда мы говорим, что нужно возвращать науку и кадры преподавательские в регионы, у нас существует огромный градиент, который в противоположную сторону действует. Поэтому, может быть, в отношении ведущих вузов и ведущих научных организаций в регионах всё-таки делать привязку не по отношению к 200% по региону, а, наверное, правильнее было бы в привязке к потребительской корзине. Тогда это было бы справедливо, и тогда мы уравновесили вот эти потоки в одну сторону и в другую. Как нам обустроить высшую школу? Этому вопросу было посвящено случившееся на минувшей неделе в Москве совместное заседание Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию под председательством президента Владимира Путина. На нём были обозначены контуры новой политики в области науки и высшего образования, и некоторые из этих контуров выглядят очень даже революционно. Например, президент Путин озвучил идею так называемого свободного бакалавриата, что подразумевает отход от жёсткой специализации в процессе обучения студента в вузах, когда студент, поступивший, к примеру, на физфак, получает в вузе строго регламентированный набор знаний и навыков, связанных с этой специализацией. Свободный бакалавриат предполагает, что примерно со второго курса, пройдя базовый общепрозавательный курс обучения, студент получит право сам выбирать интересующие его дисциплины, и тот же студент-физик может пройти дополнительные курсы в области экономики или респруденции, или, например, изучения китайского языка. Тем самым он сам сможет сформировать свою программу обучения в вузе с учётом своих интересов и жизненных приоритетов. О том, насколько актуальна подобная инициатива, свидетельствуют и данные ситуационного центра Казанского университета, проводившие исследования среди студентов КФУ. Так вот, после второго года обучения, от 30 до 40% в зависимости от института опрошенных студентов заявили, что хотели бы сменить выбранную изначально специализацию. Что неудивительно, ибо у молодых людей, поступавших едва ли не в пубертанском периоде своей жизни, вместе с взрослением приходит и понимание собственных интересов. Отсюда и столь значительный спрос на более гибкое, более вариативное высшее образование. Кстати, президентская инновация очевидно подана с подачей нового министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, до недавнего времени руководившего Тюменским государственным университетом и проводившего подобные эксперименты в стенах этого ВУЗа. Проблема в том, что такая простая и понятная на словах инновация тянет за собой целую цепочку других и куда более значительных преобразований в отечественной высшей школе. Смена регламентов лишь малая и отнюдь не главная часть таких изменений. Куда более важно, что то, что опять во весь рост встает вопрос о слиянии и укропнении имеющихся ВУЗов, превращение специализированных ВУЗов в многопрофильные, что и позволит обеспечить новый междисциплинарный подход в обучении. И такая реформа вряд ли пройдет безболезненно, о чем свидетельствует и опыт создания системы федеральных университетов десятилетней давности, включая наш Казанский. Впрочем, это не значит, что для существующих многопрофильных федеральных университетов введение принципа свободного бакалавриата задача более легкая, чем для специализированных ВУЗов. Чтобы студент с Института физики КФУ смог пройти курс экономики или получить навыки респруденции, для этого потребуется слом границ между ныне обособленными институтами КФУ, слом привычек, слом сложившихся балансов, интересов, слом системы финансирования институтов. И этот процесс не обещает быть простым и легким. Ректорский семинар на тему «Мониторингово-социологическое исследование КФУ» прошел 6 февраля с участием ректора университета Ильшата Гафорова и руководителей подразделения ВУЗа. На семинаре обсуждались данные социологического исследования «Социальный портрет студента КФУ». Здесь интересно то, что тема гибких образовательных стандартов для студентов, которые обсуждали на ректорском семинаре, была озвучена в этот же день президентом страны на заседании Госсовета. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с руководителями подразделений ВУЗа, чтобы обсудить результаты исследования, проведенного социологами среди студентов КФУ. Около 4000 студентов было опрошено в ходе исследования. 19% студентов на вопрос, если бы вы сегодня поступили в ВУЗ, то выбрали бы вновь КФУ и ту же специальность, по которой учитесь. Ответили, поступили бы, но выбрали бы новую специальность. 19% это нереализованные вещи, правильно? А если бы мы им дали возможность реализоваться, было бы удовлетворенных больше. Вот же о чем? То есть нам, учебному отделу, и нам всем, значит, надо подумать. То есть мы говорим всегда об индивидуальных траекториях, сами до реализации не находят. Вот на регулярном, там внутри пошли они. Ну, внутри одного института это тоже не очень, наверное, интересно. Ну, я думаю, там поступали, я условно говорю, на бухучет, стали менеджером. Это не очень принципиально внутри одного института. Вот надо бы еще вот в следующий раз, когда уточняют вы, вот эти 19% это родственные специальности, или это в корне другие специальности. Вот если математики хотят физиками быть, это одно. Если физики хотят быть философами, как Челкунов, то и другое. Но раньше же, сейчас же у нас, если ты ее факт не закончил, ты и в аспирантуру на ее факт не можешь поступить. У нас же вообще пошло как-то... Базовое специальности. Да, по базовым специальностям. Вот сейчас вот нормативно. То есть нам нужно понимание, что нам мешает, для того, чтобы вот эти 19% могли самореализоваться. Далее обсуждение коснулось темы удовлетворенности студентов имеющейся инфраструктуры университета. Что касается инфраструктуры, опять-таки я напоминаю, что помимо количественного опроса были также приведены фокус-группы. И 40% респондентов согласны с тем, что они действительно учатся в удобных аудиториях, в лаборатории, в компьютерных классах. И 36% отчасти с этим согласны. Однако в фокус-группах мы как раз получили мнение, оценки о неудобстве. В первую очередь была критика по отношению к столовым. Стоит отметить вторую высотку в ССФАК. Студенты считают, что им негде покушать. На ССФАКе, да? Да, там также сложная ситуация. Неудобные аудитории также в двух высотках. Но там я не знаю, в чем заключается проблема. То есть это стоит уточнять. И нехватка места в гардеробе на здании Нижелаука и общежитиях. Нет, они критиковали общежития на Аделе-Кутуе. Очень радовались тем, кто живет в деревне Универсиада. И переживали, когда их переселяют в Аделе-Кутуе. И тогда, исходя из оценок со стороны студентов, должны принимать решения по модернизации тех же мировых кампусов или общежитий. В КФУ проводится много конференций и других научных мероприятий. С этим согласны около 70%. Пять лет назад с этим было согласно где-то порядка 50%, а ранее было всего 25%. То есть, соответственно, удовлетворенность по этому вопросу у студентов растет. И также они считают, что создано благоприятные условия для академической мобильности и для стажировок. Безусловная удовлетворенность у большинства культурными мероприятиями и спортивными учреждениями. Исследования также показали, что есть проблемы с расписаниями занятий, которые в основной своей массе связаны с нехваткой аудитории. Вот тут стоит обратить внимание, мы поставили восклицательный знак, это слабое звено, то есть очень много вопросов и в третензии было и на фокус-группах, и в количественном опросе мы также видим, что очень сложный вопрос по формированию учебного процесса и продуманности рациональности расписаний и занятий. Ребята отмечают, что какие-то пары ставят в течение дня с утра, потом в обед, потом вечером. Это связано, естественно, с нехваткой аудитории. Но в любом случае мы там потом посмотрим, что особенно первокурсники, они устают в течение рабочего дня. Вопрос усталости связан не только с учебными нагрузками, но и временными разрывами в расписании, также вызвал серьезное обсуждение. Вот нам нужно понимание усталости, Андрей Павлович, и сейчас, может, я закончу. Андрей Павлович, вот понимание усталости, все-таки там 50 с лишним процентов, да, сказали, что постоянно усталость, утомленность, может быть, с клиникой все-таки с клиник сделать здоровье. И вот сейчас мы будем принимать решение по обустройству в новом формате библиотеки. Если там с расписанием есть проблемы, понятно, надо улучшать этот вопрос, да, но тогда у них должно быть место локализации, то есть он пошел в библиотеку, уединился там, поспал, почитал, поработал и с друзьями пообщался. То есть мы сейчас будем делать вот эти вот нарезки в библиотеке. Всем коллегам, которые были на связи, тоже большое спасибо. И вам за проделанную работу. Если на что подумать, и начинают практики, и заканчивают онлайн программой. Лиха Зурахман, спасибо. Опрос проводился среди студентов университета. Было всего опрошено 3800 респондентов. Соответственно, было проведено еще пять фокус-групп тоже с нашими студентами и бакалаврами, и магистрами. В целом в университете студенты удовлетворены и учебой, и в целом удовлетворены и предметами, которые получают, и практикой. Ну то есть есть, конечно, нюансы, над которыми в последующем будем работать, но в целом удовлетворенность высокая. Петр Щедровицкий, российский методолог и политтехнолог, прибыл в Казанский федеральный университет. Именно под его руководством командой подразделений университета будут разрабатывать новые образовательные траектории. Петр Щедровицкий находится в Казани для развития сотрудничества с Казанским федеральным университетом. Так, 29 января при его участии в КФУ был дан старт первому этапу реализации инициативы «Прорывные проекты в образовании». Слушателями прошедшей вечером лекции стали сотрудники КФУ, задействованные в трансформации образовательной среды университета. Спикера аудитории представил ректор университета Ильшат Гафуров. Выступление Щедровицкого было логически разделено на три блока. Антология педагогики, представление о коммуникации, понимании, философии педагогики и системном мыследеятельности на подходе, анализ эффективности учебного процесса. У нас меняется платформа технологий новой промышленной революции. Просто меняется. На наших глазах появляются новые профессии, новые специальности, которые требуют других навыков и других знаний. Прежде всего спикер представил историю развития педагогики. Пежея, а вы знаете эту фамилию? Я надеюсь, это великий, величайший мировой педагог 20 века. Большинство современных педагогических теоретиков, это его дети, внуки, наверное, уже правнуки и так далее. Пиаже говорил удивительную вещь. Он говорил, научная вытесняет обыденную. Научная картина мира, которую мы передаем в процессе обучения, противоречит обыденной картине мира, которая формируется у ребенка в эмпирическом опыте жизни, противоречит. Понимаете, солнце, оно вращается вокруг Земли. Это же всем понятно. А в науке утверждают, что это Земля вращается вокруг Солнца. Это противоречит обыденной картине мира. Мы вытесняем обыденную картину мира, научной. Он говорил, что это успешная деятельность. Ну, то есть вытеснили. Современные исследования показывают, что ничего мы никуда не вытесняем. И каждый из нас является носителем мозаичной картины мира. Мозаичной. В котором научные понятия сосуществуют с обыденными в причудливом конгломерате. И содержание учебных программ сосуществует всякими мифами, идиотическими суждениями соседей, прочитанным из газет и журналов известной направленности. Не противоречит друг другу. Поскольку человеческое сознание не фиксирует противоречия. Как заметил Щедровицкий, лишь век назад русский педагог Сергей Гессен начал формировать новую картину мира в своей профессиональной области. У нас с вами кардинально меняются сами люди. Это пока не очень заметно. Кажется, что они похожи на тех, которые жили сто лет назад. Но это уже люди, которые пользуются другими приемами, другими способами мышления. У них иначе организована психика. Они, грубо говоря, воспитаны и выросли в других условиях. То, что для меня в мои 60 лет является новинкой, для моих внуков, это та следа, в которой они родились, она для них органична. Новая педагогическая антология до сих пор не сложилась, но формируется в течение последних 150 лет, убежден известный методолог. И по сей день в рамках новой картины педагогики сделано очень мало. Среди важных вопросов, на которые пока нет однозначного ответа, учит ли школа мыслить, есть ли такой опыт у школы, задается ли она такой целью, и каковы критерии измерения этого процесса. Вопросы были связаны в том числе с уровнем оплаты труда и привлекательности работы для ведущих научных работников и преподавателей в региональных университетах, научных организациях. Мы знаем, что в соответствии с указами президента 2012 года этот показатель был определен как 200% от средней по экономике. Как мы сказали, регионы очень разные у нас в России по уровню жизни. Понятно, что средняя по экономике в Москве это совершенно другая цифра, чем средняя по экономике даже в республике Татарстан, а тем более, например, в кавказских республиках или регионах Дальнего Востока. То есть это разные цифры, и, безусловно, они являются стимулами определенных перетоков научных сотрудников и ведущих преподавателей из одних регионов в другие. Поэтому вот тот тезис о том, что действительно мы должны определить некоторую эквивалентную сумму, понятную, то есть не привязываться к региональной средней, а привязываться к каким-то другим показателям, другим индикаторам, он достаточно интересный. Он, насколько я помню, был высказан руководителем Российской академии наук, и президент его воспринял. Я думаю, что тоже каким-то образом попадет, может быть, в протоколы по итогам этого Государственного совета. Но, безусловно, все, что нас цепляет, оно связано с вариативностью, и в том числе к тому, что сказал президент о моментах, связанных с гибкостью образовательных стандартов. Безусловно, то, что нас сегодня ограничивает в определении гибкости образовательных траекторий, это достаточно жесткая структура образовательных стандартов, которая требует привязки конкретных дисциплин к конкретным компетенциям, которые они должны формировать. У нас сегодня в университете ряд институтов экспериментирует с этим. На уровне университета у нас пока такие траектории не реализуются, но на уровне конкретных институтов, самых больших наших институтов, Управление экономики и финансово-институт международных отношений. Такие траектории существуют. И как раз мы сейчас реализуем проект в Чедровицком. И один из проектов, который там заявлен в рамках этого проекта, он связан как раз с обеспечением индивидуальных образовательных технологий в университете. Золотистый стафилококк – это один из тех микроорганизмов, которые угрожают человечеству вследствие быстрорастущей устойчивости к различным антибиотикам. С ними не так-то просто бороться. И ученые Казанского федерального университета в партнерстве со своими французскими коллегами исследуют природу возникновения этих бактерий. Проект группы молодых ученых лаборатории структурной биологии Казанского федерального университета под руководством ведущего научного сотрудника Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Константина Усачева получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований и Национального центра научных исследований Франции объемом 1,2 миллиона рублей в год сроком на три года. В рамках проекта группа молодых ученых будет изучать молекулярные механизмы устойчивости золотистого стафилокока. Мы гранта 1,2 миллиона в год и срок его реализации на три года. В качестве результатов мы ожидаем решения с высоким разрешением комплекса рибосомы с фактором холодового шока, который покажет, как именно происходит процесс адаптации к стрессовым условиям, с тем, чтобы потом подобрать какие-то механизмы, которые бы этому препятствовали и, соответственно, сделали стафилококк более податливым. Золотистый стафилококк хранится при низкой температуре минус 80 градусов. Это один из видов микроорганизмов, которые угрожают человечеству вследствие быстрорастущей устойчивости к различным антибиотикам. Он вызывается за счет контакта с носителем. Вообще, в принципе, большинство населения человечества на Земле является носителями стафилокока, но при этом он подавляется за счет иммунитета и не вызывает каких-то осложнений. Но у людей с ослабленным иммунитетом, которые находятся в клинике, у которых производится, например, химиотерапия, либо просто какие-то заболевания в связи с тем, что организм ослабляется, то развиваются инфекционные заболевания, вызванные стафилококком. Стафилококк, как и любой другой микроорганизм, имеет удивительную способность к выживанию и приспособлению к любым условиям. Ученые открыли оружие – антибиотики, а устойчивые бактерии к первому такому лекарству – пенициллину – появились уже через несколько лет. Причем совершенно разные виды бактерий передают гены устойчивости друг другу. Поэтому ученые Казанского федерального университета и занимаются структурным исследованием патогенных организмов и механизмов, протекающих в клетке в условиях стресса. На протяжении шести лет мы изучаем аппарат синтеза белка у стафилококка. То есть у нас был один из первых результатов – это мы решили структуру с высоким разрешением рибосомы золотистого стафилококка. Это была первая в мире структура рибосомы – граммоположительная бактерия. Затем мы показали один из механизмов устойчивости за счет так называемого процесса гибернации, когда рибосомы могут переходить в спящие режимы и пережидать условия стресса. И вот наш новый проект, который мы сейчас получили грант, он посвящен еще одному механизму, который также позволяет переживать условия стресса в условиях голодания и холодового шока. Данный проект реализуется совместно с лабораторией Марата Юсупова – Институтом генетики и молекулярной и клеточной биологии Страсбург, Франция. Стоит отметить, что Марат Юсупов является почетным доктором и членом Международного совета Казанского федерального университета, а также является научным руководителем НИЛ «Структурная биология». Марат Юсупов более 30 лет изучает области клеточной биологии и биохимии, сочетая биохимические, кристаллографические и электронно-микроскопические методы исследования, механизмы биосинтеза белка. Основной его научный интерес связан с исследованиями структуры и функций рибосомы. Шесть лет назад, когда открывалась лаборатория, Марат Юсупов в качестве приглашенного ученого был приглашен в руководство университета в Казань и основал лабораторию структурной биологии. Он является научным руководителем нашей группы. И он является специалистом в мировом уровне области исследования структуры рибосомы и аппарата трансляции белка. В рамках проекта ученые планируют использовать методы исследования микроорганизмов с помощью кривой электронной микроскопии. Этот метод основывается на электронной микроскопии, в которой образец исследуется при криогенных, а то есть низких температурах. Проект этот у нас является продолжением нашего сотрудничества с Францией. Мы уже на протяжении шести лет ведем активную совместную работу. И этот проект посвящен развитию метода криоэлектронной микроскопии в исследованиях аппарата синтеза белка остеофилокока. Это очень активно развивающийся метод. Два года назад была получена Нобелевская премия за открытие метода криоэлектронной микроскопии. Совместные исследования ученых КФУ Института генетики и молекулярной и клеточной биологии в области структурной биологии проводятся уже на протяжении шести лет. На днях в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся дискуссионный клуб на весьма и весьма тлободневную тему. Коронавирус. Новая чума или просто банальная эпидемия. Состав спикеров был весьма компетентным. Здесь были и главный врач университетской клиники КФУ Сергей Осипов, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Резванов, профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления экономикой и финансов Игорь Кох. Все эти компетентные люди в течение полутора часов отвечали на вопросы, в том числе и на вопросы СМИ, связанные с коронавирусом. Какие главные выводы можно сделать из заседания дискуссионного клуба? Самый главный вывод – это то, что тема вокруг коронавируса, да, она безусловно вызывает очень большой резонанс, но все-таки она не столь страшна, как ее рисуют нам средства массовой информации. Сейчас ученые работают над вакциной от коронавируса, но появление этой вакцины не следует ждать в ближайшее время. Это дело нескольких лет. Сам коронавирус является химерой, то есть комбинацией двух вирусов. Один из них – вирус летучей мыши, а второй компонент сейчас тщательно изучается, но ответа в данный момент на него пока нет. Всего в науке известно около 40 коронавирусов, но внимание к этой проблеме обострилось после того, как в 2002-2003 году очередной штамп коронавируса, так называемый вирус атипичной пневмонии, поразил достаточно большое количество жителей Земли. Многие опасаются пришедствия нового коронавируса из города Ухань, но пока смертность не столь высокая, составляет всего 2%, и количество даже умерших не столь высоко, как можно наблюдать, например, банальным гриппом и Орви, от которых умирает порядка 5 тысяч населения земного шара ежемесячно. Сегодня в университете принимаются повышенные меры, связанные с профилактикой, недопущением вспышки эпидемии в нашем университете. Такие же меры принимаются и на уровне всего Татарстана, где работает оперативный штаб, куда входят специалисты из самых разнообразных учреждений и организаций. Сейчас в Казанском федеральном университете обучается свыше 1200 студентов из Китая, откуда пошла вспышка коронавируса. В данный момент сейчас там находится не более 269 человек, и все эти люди по приезду сюда будут помещены в карантин, где их будут наблюдать в течение двух недель. Две недели – достаточный срок для выявления, дрожжен ли человек коронавирусом или нет. Для мировой экономики вспышка коронавируса в Китае означает новые проблемы. Это, во-первых, не то, чтобы были фатальны и привели к мировому кризису, но замедление китайской экономики, оно безусловно последует. Прошлый год был и так самым низким годом за последнее время по росту китайской экономики – всего 6%. Поэтому ожидают еще большего замедления, которое действительно скажется на финансовых рынках всего мира. Но надеемся, что последствия вспышки коронавируса будут преодолены, и Китай сейчас над этим весьма активно и, можно сказать, беспрецедентно работает. Что касается Казанского федерального университета, то в ходе заседания дискуссионного клуба все отметили, что наш университет, как обычно, готов, вооружен и предупрежден. Наше время подошло к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтв». Наши программы вы можете посмотреть на нашем сайте универсмотри.ру, а также в социальных сетях. Вел программу Ильдар Каримов. Все доброго! Субтитры подогнал «Симон»!